1 декабря во всем мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Эстонская сеть людей, живущих с ВИЧ, при поддержке Национального института развития здоровья, Фонда медицинской помощи при СПИДе и коалиции предприятия против ВИЧ проводят массовое мероприятие по экспресс-тестированию на ВИЧ в Нарве. Утром 1 декабря на территории Нарвского воскресенского кафедрального собора были зажжены свечи в виде красной ленты толерантности и совершен молебен. Мы совместно можем попросить Господа о здравии тех людей, которым Господь даровал такую болезнь. Я уже сейчас только что сказал после службы, Господь посылает болезни для очищения души. Каждый человек, которому дана болезнь, в православной церкви принято говорить, что его посетил Господь. Так что давайте мы помолимся за тех, кого посетил Господь, и чтобы дал с терпением, со смирением перенести эту болезнь и исполнить нашу задачу, как истинных христиан достигнут в Царстве Небесном. Миром Господу помолимся. Господи помилуй. Во свящем мире и спасении души наши Господу помолимся. Господи помилуй. Амире всего мира, благостояния и святых Божией, церкви и соединения все Господу помолимся. Господи помилуй. О святее, граме, семя, с верой, благоговением и страхом Божиим, входящих мы Господу помолимся. Господи помилуй. О нем, Господи, верце нашим, святейшим, в Астриархе Кириле, Господине нашим, высокопреосвященнейшем. Митрополитик Орниле, Господине нашим, преосвященнейшем, епископе Лазаре, честнее, пресвидерстве, векрести, дьякон в свет. О всем прийти, люди, Господу помолимся. Господи помилуй. О родных Божиих, братьях и сестрах наших, болящих и страждущих, и о ежебозе посещении их, и о ежебрите на неблагодати Святого Духа, Господу помолимся. Господи помилуй. О ежебрите всякое согрешение вольное и невольное, и о ежебрите в убытии, Господу помолимся. Господи помилуй. О ежебрите благосердие ради милости, свои грехи юности и немедине их не помянути, но милость и укрепление здравия им даровать, и Господу помолимся. Господи помилуй. О ежебрите не презретьте прилежных рабов, своих нами ныне молящихся, милости не услышите и благоветливую, и благоприменительную, и человек любивым бытьи, и здравия подати, Господу помолимся. Господи помилуй. Господи помилуй. О ежебрите нам от всех и испорник гнев и нужды, Господу помолимся. Господи помилуй. Господи помилуй. Спятаго Евангелия им всем. И духове Твоему от Матфея святаго Евангелия чтенье. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Аминь. Время Оно, вшедшую Иисусу в Капернаум, приступи к Нему сотник, моля Его и глаголя. Господи, отрок мой лежит в дому, расслаблят люди стражда. И глагола Ему Иисус. Аз пришед исцелю Его. И отвечав сотни, кричей Ему. Господи, несем достоин да под кровь Мой в Нидише. Но то к морце Слово исцелеет отрок мой. Ибо аз человек сие сим под властью. И мы под собою воины и глаголю сему. Иди и иди ты другому приди и приходит. И рабу моему сотвори сие и сотвори. Слышав же Иисус, удивись и речи грядущим по ним. Аминь. Глаголю вам. Нива или и таталики веры обретов. Во Израиле. Глаголю же вам. Якомнози от востока и запад придут. И возлягут с Авраамом и Исааком и Иаковом во царствие небеснем. Сынови же царствия. Изгнани будут в тьму кромешную. То будет плач и скрежет зубов. И речей Иисус сотнику. Иди и якоже веровал, если будет тебе. И исцелил отрок его в той час. После молебна со словами поддержки к собравшимся обратился клерик Нарского Воскресенского собора и романах Платон и пастор лютеранской церкви Виллу Юрью. Ты спасет нас, як облак и человека любит. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Еще искренне всех благодарю за молитву и пускай Господь всем помогает и спасает и укрепляет. Помогай Господь. В откровении от Иоанна пророк пишет, что он видел реку чистую, как Христалл. Это истекает от престола и от огнца и исчеляет народы. Дорогие люди, церковь учат уже две тысячелетия моральные ценности, чтобы люди боролись за чистоту, за чистоту сердца и мыслей и плоти. Но мы знаем, что милостивый наш Господь может тягуче помочь и тех, которые падали, поднимать человека и исчелять его. Мы благодарны, что у нас есть такая надежда и такая восхождение. И сегодня мы хотим специально молиться за всех болеющих, а специально и тех, которые болеют полезные 20-е столетие, спидом, чтобы Бог мог их исчелить и сохранить чистоту и дать Царство Небесное. На зажжение ленты толерантности пришли все желающие и неравнодушные к проблеме ВИЧ и спида жителей города. В знак солидарности и толерантного отношения к ВИЧ позитивным людям, собравшиеся прикрепили к своей одежде красную ленточку. С часу дня и до 7 часов вечера перед конторой «Шведбанк» работала палатка, где все желающие смогли бесплатно и анонимно пройти тестирование и узнать свой ВИЧ-статус. Результат люди смогли узнать уже через минуту. Согласно последним статистическим данным Департамента здоровья, в Эстонии с начала текущего года и по состоянию на 25 ноября было зарегистрировано 334 новых ВИЧ-позитивных, среди них 125 выдавирума. Всего с начала диагностирования ВИЧ выявлен в Эстонии у 8026 человек, спид у 350 человек. ВИЧ может жить в организме длительное время. Прежде чем появятся какие-либо симптомы, единственный способ узнать свой ВИЧ-статус – пройти тестирование.